Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге мы собрали 8 лучших магнитол в 2022 году. Они бывают двух типов – однодинные и двухдинные. Они отличаются друг от друга размером и наличием полноценного цветового экрана для просмотра видеоконтента. Это актуально для путешественников или тех, кто проводит в машине большую часть своей жизни. Обычному водителю достаточно будет однодиновой магнитолы для воспроизведения музыки. О таких и поговорим сегодня. За последние годы они претерпели значительные изменения, избавившись от привода CD-дисков. Современные магнитолы воспроизводят музыку с флешки или смартфона посредством подключения AUX или Bluetooth. Имеют встроенный FM-приёмник и могут управляться со смартфона. Большинство оснащены микрофонами громкой связи. Если функционал практически идентичен, на что стоит обратить внимание при выборе магнитолы. Первое. Количество линейных выходов. От этого зависит количество элементов акустики, которую можно подключить, и возможность индивидуальной настройки каждой пары. Второе. Наличие и отсутствие DSP-процессора. Цифровая обработка звука улучшает его качество и позволяет пользователю тонко настраивать звук на всех частотах. При правильно настроенной акустике многие беспроцессорные модели выдают качественный звук, поэтому переплата иногда целесообразна только для аудиофилов. Третье. Количество каналов усилителя. За редким исключением магнитолы, которые продаются сегодня, рассчитаны на 4 канала по 50 Вт. И это отличный показатель. Мы попытались покрыть запросы всех пользователей и собрали в рейтинге модели из разных сегментов цен, которые объединяет высокое качество сборки. При подборе мы учитывали мнение экспертов по звуку и обычных пользователей. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео. А теперь поехали. Открывает мой топ Sony DCX-A210UI. Максимально простое с технической точки зрения устройство от популярного бренда. Оснащено однолинейным выходом и 4-канальным усилителем мощностью 55 Вт. Построить на её базе продвинутую акустическую систему без дополнительных заморочек не получится. Да и технические возможности аппарата это сделать не позволят. Скромный 10-полосный эквалайзер, FM-приёмник, USB, AUX входы. Весь функционал магнитолы. Нет Bluetooth, не предусмотрено даже изменение цвета подсветки. Она безальтернативно красная, хотя выглядит симпатично. Есть фирменные улучшалки звука, которые в тандеме с динамиками серии FB от Sony работают действительно неплохо. Из особенностей следует отметить возможность передачи музыки по USB с устройства iOS. При этом кабель USB Lightning придётся докупить отдельно. Управление с панели или кнопками на руле. Цена – 6000 рублей. В данном случае имеет несоответствие цены и функционала. За 5000 можно купить процессорную Prology CMD300 с огромными функциональными возможностями регулировки звука, полноценным кроссовером и трёхлинейными выходами, которые можно использовать по собственному усмотрению, расширяя штатную акустику или вовсе заменив её. Не нужна продвинутая модель, есть простенькие бюджетники, способные соревноваться в качестве звука. Например, JBL Celebrity 100 стоит вдвое меньше, имеет встроенный Bluetooth-модуль, микрофон для громкой связи. Поклонники Sony оправдывают высокую стоимость именем бренда и надёжностью техники компании. 87% пользователей Яндекс.Маркета рекомендуют. Лично мы за разумную цену и экономию, особенно в тех случаях, когда она действительно уместна. Поэтому Sony становится аутсайдером нашего рейтинга. 7 место занимает JBL Celebrity 100. Победитель в номинации «Экономия», цена – 3000 рублей. Существенно не уступает дорогим моделям ни по одному из критериев. 4 канала по 50 Вт. По настройкам всё скромно, как у всех беспроцессорных магнитол. Регулировка частот встроенным 10-полосным эквалайзером, несколько предустановленных пресетов для отдельных музыкальных жанров. И простому обывателю таких возможностей достаточно. По функционалу. Есть FM-приёмник, AUX, USB, Bluetooth и встроенный микрофон для громкой связи. Также под внешней панелью есть салот для SD-карт. Ни один из конкурентов в рейтинге не может этим похвастаться. Устройство без проблем читает форматы MP3, FLAC, но в отличие от дорогих конкурентов, WMA и SCC не поддерживается. На сегодняшний день эти форматы не особо распространены, да и в случае необходимости можно декодировать их в MP3. Дизайн модели скромный, мало чем отличающийся от более дорогих конкурентов в рейтинге. Цвет подсветки безальтернативно красный, но считать это минусом бюджетной магнитолы нельзя. Если этот параметр крайне важен при необходимости экономить, обратите внимание на Prology CMX230. Возможно, даже удастся сэкономить несколько сотен рублей. Отличный вариант по соотношению цена-качество. Если вы за качество звука и возможности индивидуальных настроек, рекомендуем присмотреться к процессорным магнитолам. Правда, придётся доплатить минимум пару тысяч рублей. Заявленные минусы весьма условны с учётом ценника. На практике эквалайзером активно пользуются только любители автозвука, а со смартфона чаще всего производятся именно звуковые настройки. Это в данном случае не актуально из-за их скудности. Тем, кому важна возможность управления со смартфона подойдёт Prology CMX230. Шестую строчку занимает Prology CMX230. Это самая бюджетная магнитола рейтинга, стоит менее 3000 рублей. Говорить здесь о процессоре не приходится. Зато есть 10-полосный эквалайзер с четырьмя преднастройками и возможностью пользовательской настройки. Возможности по сравнению с процессорными магнитолами заметно скромнее. Регулировать громкость сабвуфера нельзя, только включить или выключить. То же самое касается и тон компенсации. Два режима – вкл и выкл. Зато по сравнению с конкурентами выше уже есть две пары RCA и возможность изменения цвета подсветки, причём во всех цветах. Функционал стандартный – USB, AUX, FM, Bluetooth. Управление. Штатная панель, комплектный пульт дистанционного управления и смартфон. Интерфейс приложения нравится большинству пользователей. Функционал не урезан. Можно управлять всеми функциями магнитолы. CMX230 – эталон внешнего вида в бюджетном сегменте. Мы бы сопоставили его с Pioneer MVH S520BT, стоящим в 4 раза дороже. Эффектная подсветка, большой яркий дисплей. Интересное решение с пластиковой шторкой, прикрывающей разъёмы AUX и USB. Последний подсвечивается, смотрится красиво, плюс обозначает местонахождение порта для того, кто только начинает использовать прибор. Отличная для своей цены модель. Подойдёт обычному пользователю без претензий на аудиофилию. Звук хороший, но возможностей тонкой настройки немного. Для любителей автозвука не подойдёт. Им стоит рассмотреть процессорные модели, но и учесть, что они минимум вдвое дороже и достаточно сложны в настройке. Оптимальный по соотношению цена-качество считаем Prology CMD300. Пятое место занимает Kenwood KMM304Y. Продвинутое устройство с DSP-процессором и 24-битным ЦАПом на борту. 8 фиксированных пресетов и 13-полосный эквалайзер расширяют возможности регулировки звука, включая срез частот, канальную задержку и многое другое. Интересные фирменные технологии улучшения звука – Bass Boost, Sound Realizer, Stage EQ, коррекция высоких, низких частот и басов на разных уровнях громкости. По мнению многих экспертов автозвука, это действительно работает, что и подтверждается тестами, выполненными в профессиональных студиях звукозаписи. Максимальная мощность подключаемой акустике – 200 Вт, 4 канала по 50 Вт. Подключение – ISO RCA. Три линейных выхода. Возможности – USB, AUX, FM, Bluetooth. Изменение цвета подсветки. Управление – кнопки плюс энкодер на самой панели плюс кнопки руля. Модель русифицирована, пусть и не совсем качественно, но настраивать звук на ней проще. Цена – 7000 рублей. Неплохой вариант, но ближайшие ценовые конкуренты с подобным функционалом – Aura 77 DCP и Prology CMD300 меньше греются, показывают лучшие результаты работы кроссовера, временных задержек, не имеют багов с подключениями устройств Xiaomi, поддерживают управление со смартфона, а ещё они дешевле. И суммируя все эти факты, рекомендуем выбрать их. Четвёртое место занимает Alpine UTE-92BT. Модель 2016 года, которая до сих пор остаётся лидером продаж. Даже несмотря на рост стоимости, фиксируемые статистика Яндекс.Маркета. Кнопки на руле и пульт дистанционного управления в комплекте не поставляется. Чем же обусловлена популярность? Качественный 24-битный цифроаналоговый преобразователь, альтернативы управления, приложение на смартфоне, Android и iOS. Кроме этого, аппарат может похвастаться 9-полосным эквалайзером, 10-ю предустановленными пресетами, возможностью тонкой настройки звука, включая фильтры частот, функции усиления баса, 4-х канальный усилитель мощностью 50 Вт на канал. Подключение акустики производится по трём RCA-выходам. Функционал, классика, AUX, USB, входы на передней панели, радио и Bluetooth. Есть возможность выбора цвета подсветки кнопок и экрана. Несмотря на высокую цену, около 18 000 рублей. Дизайн модели незамысловатый, качество дисплея не отличается от бюджетников. Управление вызывает нарекания некоторых пользователей. Отмечается сложное меню. Альтернатива, настройка со смартфона проще. Отсутствие кнопки приглушения звука при наличии встроенного микрофона для разговоров. Тугие громко щёлкающие кнопки, нечувствительный энкодер. Отдельных пользователей юзабилити модели устраивает. В целом, модель неплохая, но цена на неё явно завышена. Например, 25-полосный эквалайзер Aura 77 DCP с ценником втрое меньшим дарит пользователю большую свободу выбора настроек. Да, для многих обывателей это слишком сложно, и большинством возможностей они попросту не воспользуются. Но в магнитоле за 5,5 тысяч их больше, чем в модели за 18 000 рублей. По качеству звука эти модели можно поставить вровень, зачем платить больше? Этот вопрос отталкивает Alpine на четвёртое место рейтинга. Если уж и платить за имя бренда и качество, то лучше выбрать Pioneer MVH S520BT. 94% пользователей Яндекс.Маркета рекомендуют. Абсолютное большинство с максимальной оценкой. Тройку лидеров открывает Pioneer MVH S520BT. По мнению нашей редакции, это одна из самых привлекательных с позиции дизайна и юзабилити магнитола. Глянцевый пластик, маленькие кнопки с мягким ходом и возможностью регулировки яркости и цветоподсветки. Во всём цветовом спектре. Плавный энкодер. Отдельная кнопка ответа на звонки. Яркий русифицированный дисплей. Синхронизация с кнопками на руле. Управление со смартфона Android iOS всеми звуковыми опциями. 13-полосный эквалайзер. 31 полоса доступна при настройке из приложения смартфона. Фильтр частот. Усиление баса. Пользователи отмечают удобство приложения Pioneer Smart Sync. Возможности управления существенно расширяются и упрощаются благодаря удобному графическому отображению настраиваемого параметра. Есть возможность сохранить несколько пользовательских присятов для дальнейшего включения на панели управления магнитолы. Функционал. USB, AUX, Bluetooth, FM-приёмник, микрофон для громкой связи. Магнитола рассчитана на 4 канала по 50 Вт каждый. Подключение ISO RCA. Цена – 13 000 рублей. Модель для визуалов и аудиофилов. Удачное сочетание дизайна, а также материалов и качество сборки с широкими возможностями настройки звука. Цена в 13 000 рублей оправдана именем бренда. Если вы не готовы тратить на магнитолу такие деньги, есть достойные магнитолы отечественного производства, вырвавшиеся в лидеры рейтинга благодаря сбалансированному соотношению цены и качества. На втором месте Aura 77 DCP. Одна из лучших бюджетных магнитол, по мнению многих экспертов. Всего за 5 500 рублей производитель предлагает нам функционал, достойный устройств премиум-класса с ценником в несколько раз выше. На борту DCP-процессор, позволяющий с высоким уровнем точности регулировать настройки эквалайзера. 25 полос. Есть как предустановленные пресеты, так и возможность тонкой ручной настройки звучания в целом и каждого канала в отдельности, включая задержку звука. Это влияет на качественное воспроизведение звучания, придаёт индивидуальности с учётом музыкального вкуса владельца. Четыре канала мощностью по 50 Вт при выборе правильной акустики обеспечивают великолепный звук. Для подключения используются три пары разъёмов RCA. Четыре режима работы. AUX, Bluetooth, USB и радио FMAM. Входы AUX и USB на передней панели. USB-проигрыватель поддерживает форматы FLAC, MP3, WAV, EPI, AAC. Никаких лагов при воспроизведении любого из них не наблюдается. Управление – кнопочная панель с энкодером для выбора регулировок. Пульт дистанционного управления или приложения на смартфоне. Функционал последнего не урезан. Доступны все опции магнитолы. Причём есть приложение и на iOS. Дизайн и материалы сборки выдают принадлежность магнитолы к бюджетному сегменту. Угловатые формы, недорогой пластик, громко щёлкающие кнопки, простенький RGB-дисплей. Правда, с возможностью регулировки цвета подсветки. ТОП – по соотношению цена-качество. Главное – правильно рассчитать мощность акустики с учётом размера салона. Отсутствие микрофона для громкой связи – проблема многих бюджетных процессорных магнитол. Однако и тут есть варианты. Например, лидер рейтинга Prology CMD300 имеет неплохой встроенный микрофон. Лидером моего рейтинга стал Prology CMD300. Внешне точная копия CMX230. Полная идентичность дизайна, панели управления и функции воспроизведения. Главное отличие CMD300 – наличие мощного DSP-процессора на борту. И это открывает потенциально иные возможности регулировки звука. 25-полосный эквалайзер с 7 предустановленными пресетами. Фильтры, срезы частот. Настраиваемая задержка звука для каждого динамика. Это всё доступно как на самом устройстве, так и в приложении на смартфоне. Магнитола имеет триерсии разъёма. Кроме этого, заявленная мощность – 4 канала по 55 Вт. Если говорить объективно, то это пиковая мощность. И по факту существенной разницы между 200-ваттной магнитолой с DSP ощутить не удастся. Это скорее маркетинговый ход. При этом, выход на управление кнопками руля, как и в CMX230, не предусмотрен. Альтернатива – пульт дистанционного управления или смартфон. Также сохраняется проблема русификации. Кириллицу дисплей не поддерживает. Цена – 5000 рублей. Лучшая процессорная магнитола в бюджетном сегменте. При этом, если сравнить её с более дорогой Pioneer MVH S520BT, то окажется, что по качеству звука и функциональным возможностям она существенно не уступает, имея ценник почти втрое меньший. Если говорить о большей экономии, то она нецелесообразна. Магнитолы без процессора, которые находятся в хвосте рейтинга, уступают в качестве звука и функционале. Если каждая копейка на счету, рекомендуем магнитолу этого же бренда. Prology CMX230 сэкономить удастся порядка 3000 рублей. Подведём итоги. Как показало наше исследование рынка, сегодняшний лидер – российская TM Prology. Она предлагает лучшие магнитолы с позицией соотношения цена-качество в разных сегментах цен, удовлетворяющие даже завышенные запросы пользователей. Известные бренды Pioneer, Sony, Alpine выпускают хорошие магнитолы, но завышенные цены помешали им стать лидерами рейтинга. Это был рейтинг лучших магнитол в 2022 году. Напоминаю вам, что посмотреть стоимость всех моделей можете по ссылкам, оставленным в описании. Не забываем подписываться и ставить лайки. Надеюсь, вам был полезен рейтинг. До встречи в новых видео!